Всем привет, с вами профессор Гуглов. Хочу сразу предупредить, что в видео будут спойлеры. Так что если вы еще не посмотрели сериал, вы были предупреждены. Также будут откровенные и жестокие сцены. Что ж, это же игра престолов. Наслаждайтесь! И как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим о 10 фактах об игре престолов. Номер 10. Имена престолов. С момента выхода шоу в эфир в 2011 году, по крайней мере, 146 девочек в США были названы Кхалиси, как и персонаж престолов Дейенерис Таргерин. Имя Ария также набрало популярность, переместившись с 711 место на 413 по популярности. Другие имена сериала также стали популярны. Санса, Тирион, Теон, Сандр. Эта тенденция даже вошла в мир животных. В 2013 году биологи обнаружили новый вид морского слезняка на побережье Бразилии. Его тело было бледно-белым и напоминало волосы Дейенерис, поэтому слезняк получил имя Тритония Халиси. Номер 9. Секс-позиция. Откровенные сцены в «Играх престолов» – неотъемлемая часть сериала. Благодаря этому была выделена новая техника – секс-позиция. Критик Майлз Магнат ввел термин в 2011 году, чтобы обозначить многочисленные откровенные сцены, в которых раскрываются основные персонажи, разговаривающие во время секса. Более того, некоторые актеры «Игры престолов» имеют опыт съемок в фильмах для взрослых, в частности, проститутки в сериале. Самая известная – Сибелки Киллия, которая сыграла наложницу Тириона. Номер 8. Создание Вестероса. Съемки «Игры престолов» охватили множество стран и мест, начиная с Хорватии и Марокко, заканчивая Исландией и Ирландией. Многие места, где проходили съемки, стали популярными туристическими направлениями. Подсчитано, что съемки «Престолов» принесли экономике Северной Ирландии 100 миллионов долларов. Поток туристов в античный марокканский город Уарзазет увеличился на 100% благодаря сериалу. Номер 7. Лютоволки реальны. Лютоволки, верные соратники Старков, имели реальных прародителей в прошлом. Канис Дирус, которые жили 15 тысяч лет назад, были на 25% больше, чем современные серые волки. К съемкам в «Престолах» привлекались северные эскимосские собаки, которых увеличивали с помощью компьютеров. Софи Тернер, которая играет Сансу Старк, забрала домой пса Зунни со съемок шоу. Американская ассоциация разводчиков-эльзасцев работает над созданием настоящего лютоволка. Они разводят больших волкоподобных эльзасцев, похожих на лютоволков из сериала. Цена на такого пса – 3000 долларов. Номер 6. Побеждай или погибни. Игра престолов славится своей жестокостью. В среднем в одной серии погибают 4-5 человек. А всего за 4 эпизода погибли 133 именных персонажа. Самый кровожадный эпизод – битва на Черноводной, в которой погибли тысячи с обоих сторон. Армии Ланнистеров и флота Станиса Баратеона. Но, пожалуй, самой жестокой сценой стала так называемая «Красная свадьба», в ходе которой неожиданно и очень жестоко были убиты 7 основных персонажей. Создатель саги, Джордж Мартин, также хотел сняться в этом эпизоде и погибнуть там, но плотный график не позволил осуществить это. Номер 5. Самый скачиваемый сериал. В 2015 году битторрент назвал «Игру престолов» самым скачиваемым сериалом за 4 сезона. С результатом 14,4 миллиона скачиваний «Престолы» обошли «Ходячих мертвецов» и теорию большого взрыва вместе взятых. Однако шеф HBO, кажется, совсем не расстроен. Он заявляет, что пиратство – это мощный двигатель на рынке, который подогревает интерес зрителей. Дела «Игры престолов» идут более чем хорошо. Коммерческая аудитория к концу пятого сезона составила 8,11 миллионов зрителей. Номер 4. Уроки истории. Джордж Мартин позаимствовал некоторые сюжетные линии из истории. Например, «Битва пяти королей» основана на реальной войне 15 века, в войне Алой и Белой Розы, в ходе которой знатные дома боролись за английский престол. Также автор указал на некоторые исторические события, которые вдохновили его на написание «Красной свадьбы». Например, «Черный ужин» 1440 года, где шотландский Эрл и его брат были приглашены на пир и были зверски убиты. Номер 3. «Мастер над монетой». «Игра престолов» – один из самых дорогих сериалов. Каждая серия в среднем стоит 6 миллионов долларов или 60 миллионов за сезон. Для сравнения, серия «Ходячих мертвецов» стоит примерно 2,75 миллиона. Самой дорогой серией оказалась «Битва при черноводной» второго сезона, которая стоила целых 8 миллионов долларов. Бюджет оказался таким большим, потому что были наняты 250 обученных актеров массовки, полноразмерный корабль и дорогостоящие визуальные эффекты. Номер 2. Дотракийский язык. Язык, используемый дотракийскими воинами, был искусственно создан. Используя 30 дотракийских слов, упомянутых в книге, лингвист Дэвид Питерсон создал язык с 3163 словами специально для сериала. И хотя лишь малая часть языка была показана в сериале, продюсеры посчитали, что полноценный язык будет звучать более реалистично. Словарь Питерсона даже содержит правила грамматики и синтаксиса. Номер 1. Высочайшие звезды. В команду актеров присоединился самый высокий человек Британии Нейл Финглтон. С ростом 233 сантиметра он стал идеальным кандидатом на роль великана из «Армии одичавших». Как их автор Юлиус Бьорнсон, который сыграл Грегора Клигейна «Гару». Его рост 2 метра, а вес 190 килограмм. Также он один из сильнейших людей планеты. Исследователи из «Таймс» подсчитали, что силы и веса Хафтера Бьорнсона хватило бы, чтобы оказать давление в 235 килограмм и раздавить череп человека, как было показано в сериале. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова